Друзья, если у вас есть дома животные, значит у вас имеется и масса вопросов по их содержанию и уходу. А чтобы помочь вам сориентироваться в воспитании четвероногих, мы начинаем новую рубрику. Каждую среду в программе «Самое доброе утро» смотрите интервью с ветеринаром, а также заходите в нашу группу ВКонтакте, где вы сможете задать свои вопросы по уходу за домашними животными. Самое доброе утро, с вами Седов Максим. Сегодня среда и пришло время поговорить о здоровье наших братьев меньших. Сегодня мы немножко осветим вопрос вакцинации. Что такое вакцинация? Вакцинация необходима животному, чтобы предотвратить развитие серьезнейших инфекционных заболеваний. Прежде всего стоит помнить о том, что обязанность владельца животного, будь то кошка, собака или даже хомяк, вакцинировать животное от бешенства. Это закреплено законодательно, и это требуется для того, чтобы эту инфекцию держать под контролем, чтобы не заражался и не болел человек, поскольку заболевание смертельное, и его надо держать строго под контролем. Владельцев животных также должны беспокоить и другие инфекционные заболевания, такие как панликопения для кошек, герпес вирусная, кальциевирусная инфекция для собак. Это чума, паравирусный энтрит, лепетаспироз. Эти заболевания встречаются гораздо чаще в природе, заболеть ими можно и не выходя из дома, поскольку это можно легко принести на ногах. Инфекционная болезнь протекает очень тяжело, и смертность таких же среди заболевших животных очень велика. Очень много вопросов о том, с какого возраста вакцинируют животных. Котят с двух месяцев, щенков с полутора-двух месяцев. В дальнейшем животные вакцинируются ежегодно. Своевременная вакцинация позволит вам не только избежать неприятностей, связанных с болезнью животного, но и сэкономить финансы, поскольку лечение инфекционных заболеваний обходится в достаточно серьезные деньги. Профилактика всегда дешевле. На этом у меня на сегодня все. В следующий раз мы поговорим о диспансеризации животных. С вами был доктор Сюдов. Самого доброго утра.